Здравствуйте, товарищи! Существенное отношение – это самостоятельность тождеств с собой рефлексирующих относительно содержания. И это же отрицательное единство – соотношение с другими, и устойчиво самостоятельного наличного. Или говоря короче, сегодня мы разберем, как явление переходит в действительность, путем рассмотрения закономерности и соотношения в нем. Отношение можно разделить на соотношение сущности и существования, целого и частей, внутреннего и внешнего. Соотношение целого и частей. Целое – это в себе и для себя сущий мир, моменты, удерживаемые в единстве. Части – это другая сторона, являющаяся миром, непосредственно существующим. Целое и самостоятельное, часть – лишь моменты его единства. Так, явление под названием «яблоко» содержит в себе несколько моментов. Момент незрелого яблока, спелого и уже сгнившего плода. Цельное представление яблоки содержит все перечисленные стадии. Таким образом, неспелое яблоко – это лишь часть или момент в целой жизни фрукта. При этом отдельные моменты сами выступают как самостоятельные, то есть неспелое яблоко можно рассмотреть как самостоятельное целое, состоящее из других моментов. Целое имеет многообразие в своих частях, из которых она состоит, и без них не есть нечто. Понятие «яблоки» содержит в себе огромное многообразие стадий своего роста и созревания. Без этих стадий, или точнее без частей, составляющих процесс созревания, яблоко не будет яблоком. Части представляют собой отношения, содержащие целое. Целые части взаимообуславливают друг друга. Целое – единство разного, многообразного. Целое яблоко представляет собой конкретное содержание отдельных частей и отношений между ними. Целое яблоко немыслимо без частей его составляющих. А часть яблока немыслимо без целого, из которого они получены. Отношение целого и частей переходит в соотношение силы, ее проявления. Сила и с отрицательное единство, в котором разрешилось противоречие целого и частей. Грубо говоря, яблоко содержит в себе некую силу, которая переводит плод из одного состояния в другую. Сила – это движение перехода одного момента в другой. Спелое яблоко содержит в себе силу, которая переводит его в состояние гниения и разложения. Или другой пример. Целое яблоко содержит в себе силу, которая удерживает в нем мякоть и грызок, не давая им вывалиться из яблока, под действием силы тяжести. Сила имеет предпосылку, но переход осуществляется спонтанно. В законах бытия яблока есть некая предпосылка, которая подталкивает его сначала к созреванию, а потом к гниению. Но эта сила срабатывает спонтанно. Так для яблока очень важны внешние факторы, которые могут как поспособствовать его созреванию, так и препятствовать преждевременному гниению. Сила при этом конечна, так как ее моменты выступают как существующая или как пассивная. Сила, заставляющая яблоко созревать, не может действовать на него бесконечно. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что человек все может поделить бесконечное количество раз, в том числе и силу. Так сила в представлениях человека может стать бесконечной. Внешние проявления силы тождественны ее внутренности. Сила, наполняющая плод яблока сахарами, а затем приводящая их в момент брожения, происходит прежде всего внутри, но при этом все изменения отражаются и на поверхности, то есть на внешнем виде яблока. И эти изменения тождественны. Так мы незаметно перешли к соотношению внешнего и внутреннего, что суть одно, только проявляется по-разному. Яблоко мы рассматривали как целое. Не только целый плод из долек, но и внешнее соотношение долек соответствующее внутреннему содержанию яблока. Разница только восприятия и наблюдателя. Тождество явления с существенным отношением есть действительность. Но про действительность мы поговорим в следующем отделе, последнем во втором томе диалектики. Спасибо за внимание.